Любви все возрасты покорны, причем копиратор приобрел сюда даже Гамлета. Странное отношение к делу, вот этого я точно не догоняю. Вообще забили на юмор, на остроумие и на логику. Привет, это я Андрей Богданович, это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. И это моя личная точка зрения, это дисклеймер. Так вот, на этой праздничной неделе, кстати, с Новым Годом вас, это, конечно же, эпохальное выступление Зеленского перед детьми и Кировоградской областью. В Кропивницком маршрутчике хотят брать 8,5 гривен за билет. Кировоградщина пролетела мимо финансирования Европейского Союза, но приняла областной бюджет. И Кропивницкий может стать, если не центром вселенной, то уж центром Украины точно. Новогоднее выступление президента Зеленского стало, ну, хитом. По количеству хайпу и, конечно же, детей, по количеству критики и просто насмешек над попыткой прикрыться этими самыми детьми. Почему я говорю, что Зеленский прикрылся детьми? Потому что мы с Зеленским КВНщики. И я прекрасно вижу КВНовские приемы, которые использует капитан Криворожской команды в своей президентской игре. Еще во время дебатов с Порошенко на стадионе, я напомню, Зеленский применил тактику, когда в импровизационном конкурсе разминка в КВН во время вопроса команда зачитывает максимальное количество вопросов, то есть заготовленных шуток, так, чтобы противоположной команде было труднее отвечать. Это в свое время было выигрышным ходом. Команда, которая получала такой вопрос, тушевалась, не зная, на какой вопрос все-таки выбрать, какой вопрос выбрать для ответа. Потом, правда, все нашли противоядие, команды стали выбирать один из вопросов и просто отвечать умелой, лучшей шуткой. Ну и со временем такие вопросы сошли на нет. Ну а второй КВНовский ход, который считается запрещенным в этой игре в КВНе, это выводить детей на сцену. Было дело, многие спекулировали на этом, вызывая слезу и милые улыбки как у зрителей, так и у жюри. Почему запрещенный? Потому что детям жюри априори как-то не может поставить какие-то там двойки, тройки или даже четверки. Конечно же все пятерки. Вот и тут негатив президента и его антирейтинг, который уже превышает рейтинг, спасали политехнологи, так понимаю, детьми. Конечно можно задавать вопрос, сколько стоили услуги детей в съемках ролика, есть ли разрешение родителей и так далее. Но видно это просто тренд. Можно конечно вспоминать и Ленина со Сталиным, с новогодними елками и детьми. Есть и ближайшие примеры. Зеленский по детям, например, проиграл Александру Лукашенко. Тот пошел дальше капитана 95-го квартала и собрал не с полтора десятка там ребятишек, а целых три тысячи детей на свое выступление. Плюс для политика в обращении с детьми один и очень большой. Можно сколько угодно рассказывать детям сказки. Не щиплет глазки. Владимир Зеленский, которому обычно какая разница, решил, что новогоднее обращение нужно не только ко всей стране, но и каждой области отдельно. Коператоры Зеленского, видно, не сильно заморачивались. Все они были построены, я имею ввиду обращение по одному шаблону, общие слова в начале, маленькая особенность области и концовка про 32 зуба, температуру 36,6 и настроение на все 100. В Херсонщине Зеленский вспомнил Херсонский арбуз, Николаеву вспомнил Святого Николая, Черновцы – это маленький Париж, а не Кропивницкий, как тут много ли кто думает. Закарпатский вспомнил про Бограчевино, а Кировоградщине вспомнил про Добровеличковку, в смысле, что она не центр Украины, а центр находится в Черкащине. Причем коператор приплел сюда даже Гамлета. Знаете, есть одно вечное, почти гамлетовское вопрос. Что является географическим центром Украины? Ваша Добровеличковка или Марьиневка на Черкащине? Гадаю, что у такой большой и неосяжной страны, как наша, может быть и два центра. Так что, пусть и у вас в Новом Розе все хорошее множится на два. И как-то даже обидненько Кировоградщине, что, мол, ну, нечего, да, вспомнить, кроме неудачной попытки стать географическим центром Украины. Да и вообще коператор как-то феерил. Мне даже кажется, что пару приветствий у Зеленского написано не кем иным, как Гордоном. Ну, судя по отсутствию юмора. Ну, вот, например, пожелания Сумской области. У сей Сумщине жодного сумму. У сей Сумщине жодного сумму. Это ж можно было и дальше пойти, там, Крапивничине поменьше ожогов от Крапивы. Из Запорожской области меньше запоров, а Херсонской области я, наверное, промолчу. Впрочем, как я и говорил, авторы, писавшие текст Зеленскому, не сильно напрягались, а к Одессе вообще забили на юмор, на остроумие и на логику. Символ Одессы – дюк. Символ року – бык. Хай у ньому у вас усе буде ок. Дюк, значит, бык и ок. Ну, ок, 95-й квартал как был, так и остался. Так, по поводу центра Украины. Появился шанс, откуда не ждали для Крапивницкого. Я всегда смотрел на карту нашей страны и недоумевал. Почему? Кировоградщина в центре Украины находится, кстати, на пересечении торговых, туристических маршрутов и особо не выделяется никакой зажиточностью. Ну, в принципе, раньше особо и дорог-то не было. И вот шанс может появиться. Особенно после того, как отремонтировали Николаевскую трассу и появилась инфа на фейсбук-станице Евгении Кравчук. Это народная депутатка от «Слуги народа». Так вот, она писала, что могут построить трассу с запада на восток, ну или с востока на запад. Так вот, пересекаться такая трасса должна в Крапивницком. Поживем-увидим. Я даже и не знаю, как должна, насколько повысить эта трасса, даже возможность ее постройки, цену на, например, недвижимость. Или какими темпами должны строиться тут пабы и рестораны. Те же гостиницы, в конце концов. И хабы, и всякие склады для грузов и так далее. Но это при условии, если это кому-нибудь в этой области нужно. Я напоминаю, что можно любой проект забрать, любую идею. И тогда, в конце концов, центром Украины станет не Крапивницкий, а традиционно Черкащина. Крапивницкие маршрутчики снова хотят денег от пассажиров. Где деньги, Липовские? Значит, теперь маршрутчики хотят быть владычицей морскую. Это шучу. Хотят проезд по 8,5 гривен с человека. Сколько? Получат ли крапивничане за это чистый и безопасный транспорт, который ходит по графику? Я думаю, что нет. А с чего бы это? Маршрутчикам не это надо. Они хотят сохранить свои неучтенные налогами прибыли и остаться на своих условиях. Я напомню, что через маршрутчиков проходят миллионы практически черной налички. Поэтому верить маршрутчикам, что они страдают, я не буду. Сначала установите систему электронного контроля. Хотя бы электронный билет, чтобы учитывался каждый пассажир. Каждая оплата. Тогда и поговорим. Но наверняка у маршрутчиков осталось свое лобби в горсовете. Поэтому, крапивничане, ждите подорожаний. Но хотя бы научитесь брать билет за каждую поездку в этих маленьких гробиках на колесах. Неожиданно узнал на этой неделе, что Кировоградщина пролетела мимо европейских денег. Евросоюз каждый год выделяет деньги на региональное развитие. Со всех регионов участвовало 739 проектов на сумму почти 8,5 миллиардов гривен. Отобрали 56 проектов на полмиллиарда. Проектов из Кировоградщины там нет. Есть Ивано-Франковская, Волынская, Тернопольская, Николаевская, Киевская, Закарпатская, Херсонская. Еще 11 областей. Но Кировоградщины там нет. Почему? Я думаю, что значит не подготовились. И, видимо, или специалисты слабые, или проекты никудышные. Это фантастика. Ну, либо денег не надо. Но хотя, когда смотришь, какой областной бюджет приняли на сессии облсовета, то я так понимаю, что деньги как раз надо. Потому что бюджет приняли с дефицитом. Что это значит? Что денег области не хватает. Из знаковых решений по бюджету выделю радость для Александрии. Это 4 миллиона гривен на завершение реконструкции местного театра. Также отмечу напряг для областного онкодиспансера. Там пересмотрят вопросы приватизации помещений. И вообще большой вопрос по областной системе здравоохранения. Потому что в бюджете сокращены расходы на врачей. Вот этого я точно не догоняю. Как так? В Украине продолжается пандемия. До вакцинации еще как до Киева рачки. А у нас, значит, почему-то сокращаются расходы на охрану здоровья. Странное отношение к делу нового облсовета с новым руководством области. Ну и в конце немного фана. Стала известна самая пожилая пара молодоженов на Кировоградщине. Рассказали об этом в Министерстве юстиции. Так вот, в Александрийском районе женился мужчина, которому исполнилось 94 года. Его избранница на 13 лет младше. Ей 81. На втором месте Светловодский район. Там 84-летняя женщина вышла замуж за мужчину на 2 года младше себя. И на третьем месте пара из Главаневского района. Там жениху 83, невесте 69. Что очередной раз подтверждает, что любви все возрасты покорны. И разница, так сказать, в возрасте любви не помеха. Долгих и счастливых лет вместе. Всем молодоженам. И на этом все. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. И помните, что все изменяется на краще. Особенно в любви. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok